Ярмарки из Театральной площади переехали на Центральный рынок, а железные дороги предлагают майские акции пассажирам. Все подробности в рубрике «Короткой строкой». 10 апреля на улице Воровского из асфальта в прямом смысле поднялся фонтан коричневого цвета. Вода растекалась на всю проезжую часть. Как сообщили в кировских коммунальных системах, утечка холодной воды произошла из-за прорыва трубопровода. Уже ведутся ремонтные работы и в ближайшее время их закончат. Ни один дом от холодной воды не отключали. Заболеваемостью ОРВИ до сих пор остается на высоком уровне. Киров остается в зоне эпидпорога. Однако специалисты сообщают о резком улучшении ситуации. Количество заболевших снизилось почти на 12%. Роспотребнадзор советует продолжать все меры профилактики простуды и гриппа. Городскую ярмарку выходного дня перенесут на территорию Центрального рынка. Раньше ее проводили на Театральной площади и у Филармонии. Здесь, как и прежде, будут торговать местные производители. Первая ярмарка пройдет 14 апреля. Также городадминистрация ищет площадку в Дорончах и Костино. А на Театральной площади отныне будут проходить только ярмарки в рамках общегородских народных гуляний. Кировским старшеклассникам предлагают подработать на летних каникулах. В обязанности будет входить благоустройство парков и скверов. Также школьники смогут работать вожатыми в лагерях и детских школах. Трудовые отряды будут собирать на базе школ города. За одну смену, это 15 дней, подросток сможет заработать до 5700 рублей. Билеты в пласткартные вагоны можно будет оформить со скидкой 40%. Это касается верхних мест в конце вагонов, а также верхних боковых. Скидки касаются поездов, курсирующих с 5 мая по 28 июня. Об остальных акциях российских железных дорог можно узнать на их официальном сайте. В Киров приезжает Михаил Бублик со своим концертом. Как признался сам артист, он пишет не ради денег и популярности, а потому что ему еще есть, что сказать своей публике. И на концерте он представит свои лучшие песни из своих трех альбомов. Концерт состоится 16 апреля в 19.00 в Филармонии.